Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорых дней, имамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Есть такая категория наших помощников в православной службе милосердия и в приходе, ну и в любой общественной организации, которые называются добровольцы. Вот сегодня их международный день, день добровольца. Это удивительные люди, которые хотят изменить этот мир. Ну вот им не живется спокойно, они не удовлетворены просто той зоной комфорта, в которой они находятся, и понимают, что если им хорошо, то этим хорошо нужно с кем-то поделиться. Или по-другому, если им тяжело, то выход из этого состояния — это помочь тем, кому тяжелее. И в нашей службе на протяжении многих лет нескончаемый поток добровольцев. Каждый день, каждую неделю мы встречаемся с людьми, которые приходят и говорят, что нам сделать хорошего. Помните, как моряк из такого детского фильма про голубого щенка? «А что же мне, что же мне сделать хорошего?» Приходят и мы их спрашиваем, а зачем им это надо? Мы хотим, чтобы мир был лучше. Из этих помощников формируются отряды помощи в разных направлениях. И детишкам в детских учреждениях, и бездомным на улице, и на гуманитарных складах. Есть такое направление, которое возникло за последнее время. У добровольцев и сотрудников службы была возможность совершать командировки в район соприкосновения приграничных территорий, епархий, Белгородская, Ростовская, Володикавказ. Был направлен отряд помощников в госпиталь для того, чтобы помочь тем службам, которые несут на протяжении этого тяжелого времени служение, помощь людям, уходящим с территории войны. Однажды наша группа была в районе Белгорода, в самом Белгороде, и поддерживала Центр помощи беженцам своим трудом, опытом, просто физической помощью. Часть сотрудников помогали в госпитале, как санитары. И в этот момент как раз позвонил знакомый священник, у которого сын оказался в госпитале, недалеко, чуть больше 200 километров от Белгорода. Попали под обстрел, пострадало снаряжение. И вот просьба, чтобы навестить, чтобы собрать то, что нужно для переобмундирования, и доставить. И так это удивительно получилось, такая целая операция. Тут связались, тут согласовали, тут закупили, привезли через те села, которые находятся под обстрелом. Доставили. И вот, конечно, такая история, история, ну что ли, с передовой. В отряде, то они как-то познакомились с медбратом, а медбрат удивительный человек, француз, Фабьен. Как он попал на фронт? Говорит, мои русские товарищи, один уехал в Казахстан, другой в Грузию. Я себе подумал, а кто же будет Родину защищать? И пошел добровольцем, ну вот по профилю медбрата, на фронт. Мне так потрясло. Француз, Фабьен, он крещеный, раб Божий Виталий. Но само отношение, Родину защищать. Попали под обстрел, получил ранение, а Ваня его, получается, из-под обстрела вытащил. И вот они оказались в госпитале. И, конечно, вот это потрясение, что даже несмотря на то, что так далеко, смогли вот это все соорганизовать и такую добрую человеческую поддержку оказать. И от всей души, от всех наших подопечных я хочу поздравить и поблагодарить всех, всех-всех добровольцев, которые несут свое служение в свободу от основных каких-то своих обязанностей, рабочих, семейных, время. Они отдают часть своей души, отдают жизнь свою за други своя. Это удивительные люди. И я хочу сказать, что мы всегда вас ждем, что двери нашей службы, нашего прихода всегда для добровольцев открыты. И мы всегда найдем доброе дело по душе для всех, кто хочет поделиться улыбкой своей, опытом своим, душевным теплом, профессиональными навыками. И пусть добровольцев будет с каждым днем больше и больше. Помогай нам всем, Господи! Субтитры подогнал «Симон»